Всем привет дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, сегодня поиграем в бета-тест игру Distrust. Ну что же, давайте приступим, я в нее немножко поиграл, но начнем сначала все. Так, у нас здесь, как видите, персонажи есть. Роберт, эксперт в области точных наук. Таких в экспедициях обычно не любят, но только не его. Любой, кто сталкивался с его аккуратностью, был поражен. Пожалуй, лучше него никто не может пользоваться. Инструментами. Так, чтобы они служили долго и не ломались. Роберт Картер. Следующий у нас идет Кэрол Вудс. Вкратце скажу, что она у нас специалист по питанию. Так, и третий у нас Джеймс Абрамс. Джеймс опытный полярник в третьем поколении. Еще его дед покорял Арктику в составе первых экспедиций в страну ледяного ужаса. За плечами Джеймса десятки экспедиций, в которых он научился приспосабливаться к любым условиям, обладая крепким телосложением и отлично переносит экстремально низкие температуры. Ну что же, давайте тогда возьмем с вами... Так, Картер и Кэрол. Слушайте, наверное, возьмем все-таки... Так, подождите. Вот так. Абрамса возьмем. Ну что же, давайте начнем. Сразу вам скажу, ребята, игра очень сложная. Все надо делать здесь очень быстро. В общем, все сейчас сами увидите. Но она довольно интересная. Это, как говорится, еще не финальная версия, она в бета-тесте. Но скоро выйдет полная версия, по-моему, в сентябре или в августе. Ну что же, давайте приступим. Забегаем в первое ближайшее к нам здание. И начинаем здесь все шмонать, что только можно. Всякие ящики, шкафы и находить нам нужные предметы. Так, что они будут тут нашли? Так, легкая куртка. Это хорошо. Давай тумбочку теперь. Надо одеть куртку, ребята. Она спасает немножко от холода. Так, и три конфетки у нас. Так, давай-ка, наверное... Ага, мы нашли ключи. Вот это везение. Похоже, это связка ключей и дверей базы. И еще бы знать, какой ключ к какой двери подходит. Да, здесь придется все методом подбора делать. Вроде бы как все там, да, у нас? Давайте тогда с вами куда-нибудь перебежим. Вот у нас карта, ребята. Давайте, наверное, вот сюда. Медицинский пункт. Я надеюсь, там мы найдем с вами какие-нибудь таблетки, лекарства. В общем, сейчас увидим, что там будет у нас. А цель наша такова. Найти выход из зоны. Это, как бы сказать, чтобы пройти уровень. Давай-давай-давай, быстрее-быстрее. Сразу начинаем здесь все с вами обсматривать. Так, давай взламывай дверь. Ну, а ты пока посмотри, наверное, у нас картотеку. Раз больше ничего нету. Для нас тут главна скорость, ребята. Скорость. Все надо очень быстро делать. Классификация аномальных явлений. Сфера антиматерии. Существо инопланетного происхождения, внешне напоминающее летающую черную дыру. Быстро левитирует, совершая хаотичные движения. Крайне негативно реагирует на сильные источники света. Питается тепловой энергией. В ходе экспериментов удалось установить, что сфера антиматерии способна за считанные секунды остудить растопленную печь. В жизненном цикле сфера генерирует особое излучение, которое воздействует на сотрудников, вызывая... Вызывая чего? Как... Как тут, интересно, перемотать-то? Перевернуть страничку или что? Не понял. Еще разок. По ходу дела нельзя, ребята. Ладно, хорошо. Ну что ж ты так долго у меня с дверью-то копашишься, а? Больше здесь пока я ничего не могу сделать. Придется ждать, пока он ее откроет, а? Так, у нас есть конфетки, да? Быстрый способ перекусить на ходу. Все, осталось совсем маленько. Выйти... А, найти выход из зоны. Ну, это наше основное задание, ребят. Все, открыли. Давайте здесь все по-баленькому просмотрим. Морозильная камера, вперед. Ты у нас пойдешь сюда. Так, ящик. Кстати, ребята, ящики нужно аккуратно вскрывать. Можно пораниться. Будет кровотечение. От чего можно умереть? Тут, в принципе, можно от всего умереть. От переохлаждения. От того, что ты не выспался. В общем, ящик с углем. Я не могу ничего сделать. Ну что, доски мы нашли. Так, давайте здесь еще проверим. Малая камера дезинфекции. Должны быть какие-то таблетки. Все-таки медсанчасть это. Отлично. Старые таблетки. Старые таблетки. Отлично. Давайте тогда сходим сюда. По идее, там должны быть какие-нибудь инструменты. Давайте сразу оба бегите сюда. Как видите, у нас есть три индикатора. Тепло, бодрость и сытость. Ну, тепло, понимаете, да? Когда они на улице или в прохладном помещении, они его теряют. Бодрость это отвечающая за сон, а сытость, ну и, естественно, голод. Так, закрытая дверь. Давай, взламывай. Что с окнами? Окна закрыты. Отлично. Тогда побежал в эту комнату. Что у нас здесь? Бочка с топливом. Мешки. Так, чтобы взять топливо, нам нужна канистра. Так, батончик нашли. Лом на стеллаже. Сейчас заберем ломик. Отлично, ребята. Давайте заполненный стеллаж проверим. Тут еще шкаф и доски. Еще стеллаж один. Так, бинты нашли. Бинты, ребята, нужны, чтобы остановить кровотечение. Доски обнаружили. Так, что ты тут стоишь у меня просто без дела? Давай, шкаф смотри. И еще один стеллаж есть. Так, мы нашли молоток. Канистра. Вот нам нужна канистра. И мы с вами заполним ее бензином. Давай, набирай. Так, нашли гнилые доски. Ладно, на растопку пойдет. Что здесь у нас? Походу, ничего. Давайте в эту комнату забежим. Ага, шкаф. Давай, смотри, что там. Ну, а ты давай маленький металлический шкафчик обсмотри. Нашли лопату. Нашли лопату. Лопата, ребята, нам нужна. Оу, кусачки. Хорошо. Лопата нам нужна, чтобы разгребать снег. Если где-то будут у нас заснеженные, так сказать, проходы в здание. Ну что, вроде бы все, да? Да, я вижу, тут ничего нельзя сделать. Бочка с топливом. Почему она опять показывается? Ну, давайте еще раз нажмем. Видно, не полностью, что ли, мы заполнили канистру себе. Смотри-ка, до сих пор показывается, а? Или тут просто бесконечно можно набирать? Не знаю, ребят, не знаю. Также лопата пригодится нам, например, забрать уголь. Ну что ж, давайте куда-нибудь с вами перебежим. Так, здесь мы все пролазили. Давайте вот в столовку. Черт, подери. Не то сделал. Давайте вот на вход. Давайте, ребята, бегите быстрее сюда. Нам нужно найти пропитание. Новое задание у нас появилось. Срезать провода из шкафа. Странно. Такого раньше не видел я. Когда у нас ребята бегут по улице, они замерзают. Ну, сами видите, да? Тратится тепло. Ну, также, соответственно, не тратят бодрость и помаленьку сытость. Если с сытостью все легко, можно подпитаться и... Как бы восполнить себе энергию, то с бодростью все намного сложнее, ребята. Потом узнаете почему. Так, затопленная печь. Она у нас и так горит. Ну-ка, что здесь? Так, морозильник давайте шмонать. А ты у меня будешь... Еще один морозильник. Обычно, ребята, в них хранится еда. Так, сгнившая еда. Надо бы разогреть, по идее. И зерна кофе мы нашли. Что я не могу понять? Ничего не можем сделать, что ли? Странно. Ага, мы можем сварить с вами кофе. Кофе, кстати, очень хорошо бодрит. Здесь у нас ничего нету, по ходу дела, да? Срезать провода из шкафа. Где этот шкаф? С какого? Так, закрыто окно. Так, давай ящик, смотри. Еще немножко осталось. Кофе мы сварили. Ага, нашли лапшу быстрого приготовления. Давайте ее сделаем. Ну, а ты у меня пойдешь сюда. Так, ящик. Давай вскрывай, смотри, что там. И вроде бы как все пока, да? Так, замороженные овощи мы нашли. Еще один морозильник. Еда нам пригодится. Так, опять сгнившая еда у нас. Елки-палки, бодрость. Скоро они захотят спать. А это очень плохо, ребята. Так, ящик вскрываем. Еще одни замороженные овощи. Надо приготовить их. Да куда ж ты побежал? Ну ладно, давай делай там. Так, а ты тогда будешь здесь готовить. Елки-палки, бодрость. Все меньше и меньше у нас, ребята. Здесь по большому счету спать нельзя в этой игре. Давайте, наверное... А, он у нас готовит. Сейчас дождемся, пока приготовит. И пускай он выпьет кофе. Готовый суп. Так, нам надо, наверное, вот сюда бежать. Там у нас, ребята, кровать, где можно поспать. Ну, я не знаю. По идее, здесь спать нельзя. Но, если я думаю, что один будет лежать, а другой стоять на стреме. Может быть, у нас все-таки вариант прокатит. И не появятся здесь эти сущности. В общем, все увидите сейчас. Так, что здесь у нас? Давай-ка, наверное, генератор заправим маленько. Так, печка еще у нас горит. Давай заберем доски. Глаза сами закрываются. Надо поспать хотя бы немного. Ё-моё, пей давай кофе. А тебе что? Давай протеиновый батончик. Сейчас они по-быренькому покушают у нас. Так, мешок с мусором. Гнилые доски. Ну, ладно. Забегаем сюда. Так, шкафчик для одежды. Наверное, будет куртка. А ты давай забери-ка уголька нам. Уголь пригодится для того, чтобы разжигать печки. Изолента плюс три. Давай-ка еще один шкафчик проверь. Уголь лучше согревает, чем доски. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так, вскрываем, короче, дверь в бойлерную. А ты давай здесь посмотрим. Тумбочка. Проверяй ее. Пока вроде бы все, да? Ничего нету. Так, нашли бинты. Еще одна тумбочка. Что на ней лежит? Эти твари пожирают людей. Люди просто ложатся спать и пропадают. Мы с мужиками стараемся не спать. Вот о чем я вам, ребята, и говорил, что спать здесь нельзя. Ну, бодрости элементарно не хватит пройти игру. Их начнет рубить. Потом у них начнутся всякие галлюцинации. Все очень плохо. Вот давайте попробуем так сделать. Вот одного я положил поспать. А второй пока будет здесь стоять на стрёме. Видите вот эти вот огонечки? Когда их будет очень много, появятся сущности. Которые будут за нами охотиться. Этого нельзя допускать. Елки-палки, все двери закрыты, а? Все приходится взламывать. Давай-ка поспи маленько. Вот-вот они, эти светлячки появляются. Так, а мы пока здесь посмотрим что-нибудь. Давай, наверное, хорош уже спать, я думаю, да? Так, тумбочку проверяем. Главное не переборщить. Так, нашли таблетки. Давай, вставай. Блин, что такое-то, не могу понять. А, вот как надо, не на того нажимал. Давай. Ага, сервант у нас тут, я смотрю. Непроверенный. И тумбочка. Так, у них уже голод наступает. Суп быстрого приготовления. Старые таблетки. Ну что ж, давайте, наверное, покушаем немножко. Так, а тебе конфетку. Перекусите у нас. По-быренькому, как говорится. Да, когда они едят, ничего сделать нельзя, ребят. Так, еще одна тумбочка. И, я так понимаю, здесь у нас все. Так, грязные бинты нашли. Ох, я даже и не знаю, что делать. Вот у нас, ребята, выход. Что здесь такое интересно? Даже не знаю. Давайте, наверное, посмотрим. Кого мы здесь возьмем, а? Давайте вот этого. Он у нас более устойчив к температурам. Как раз пока сбегает. И посмотрит, что вообще там надо сделать. Ну, а ты у меня чем займешься? Я даже не знаю. Ага, рабочий стол. Давайте посмотрим, что там у нас. Представляешь, вчера этот идиот-новобранец решил заправить генератор и залил в него всю канистру. Как так? Мы же вместе ему объясняли, что одной канистры хватает на три генератора. Топливо с таким полярником не напасешься. Отправь его до бочки по морозу. Пусть наполняет канистры. Ну, вы поняли, да, ребята, что канистры хватает на три генератора, на три заправки. Так, этот у нас почти добежал. Что тут такое? Выход из зоны. Заперто. Тут электрический замок, из которого вырваны провода. Можно срезать где-то провода на замену. И его можно будет открыть. Понятно, ребята, почему там у нас задание появилось срезать провода из шкафа. Только вот где этот шкаф теперь найти? Так, Серван, давай просмотри. В темных помещениях, ребята, они очень медленно передвигаются, потому что им якобы здесь ничего не видно, и они подсвечивают себе все фонариком. Так, давай, давай, быстрее, быстрее забегай. Да что ты там встал-то? Заходи, елки-палки. Так, Серван, шмонаем. Нам нужно найти с вами ящик, из которого можно вырвать провода. Блин, одна сгнившая еда нам достается. Что за дела, а? Так, аптечка, это хорошо. Так, старые таблетки. Все старое. Сгнившая еда, старые таблетки. Хоть что-нибудь нормально-то дадите. Так, здесь, ребята, видите, здание не обогревается, не освещено, поэтому они у меня замерзают. Давайте их обратно сюда отправим, потому что делать здесь уже нечего. Блин, а где же эти провода взять, а? Блин, хочешь не хочешь, а приходится, наверное, ребята, их отправлять спать. Как говорится, на свой страх и риск. Да, я понимаю, что может появиться сущность, но у нас выхода нет. Либо мы умрем от сущности, либо умрем от бессонницы. Сейчас постоим маленечко. Блин, вот сюда надо бежать, ребят. Смотрите, какая-то электростанция. Блин, ее еще и взламывать надо. Ё-моё, а? Так, давай-ка ты ложись, а ты вставай. Эй, эй, вставай. Так, ну что, немножко бодрости он получил. Давайте, наверное, его... Погодите, вот этого покормим. Пускай немножко перекусит. А то он вообще голодный. Оу, нет, нет. Чувствую себя отвратительно рядом с этой штукой. Нужно быстрее уходить отсюда. Вот, ребята, сущность появилась. Началось. Блин. Ладно, пускай уже спит. Ах, черт подери. Сейчас она будет нам компасировать мозг, ребят. Она боится света. Сюда она не зайдет к нам. А если зайдет... Хотя вряд ли. И она боится света от фонарика. Надо бежать сюда и открывать двери. Давай, беги. И ты... И ты куда мне пойдешь? Туда не пройти. Я надеюсь, быстренько вы скроете. А, сейчас эта сущность за нами привяжется. Но будем ее отпугивать фонариком, ребят. Вот, видите, она не подходит. Улетает. Не знаю, как долго она будет нас преследовать. Но это еще не все. Есть еще здесь другие аномалии, которые нам могут встретиться. И поверьте мне, те намного хуже. Ну что ж ты так долго вскрываешь-то? Ёлки-палки, а? Да улетай ты отсюда, надоело. А, ребят, смотрите-ка. Все-таки она исчезает. Ну, хоть какая-то радость. Так, все, вскрыли. Заходим, заходим, заходим. Быстрее. Что тут можно сделать-то? Я не пойму. Так, генератор. Давай заправим. И... И все, что ли? Не, ну так, ребята, дела не делаются. Зачем мы сюда прибежали, блин? Чтобы генератор заправить? Хе-хе. Ага, рычаг какой-то, смотрю. Ну-ка, да что ты там уперся-то в него? Ё-моё, давай, нажимай рычаг. Отлично. Электрический шкаф больше не под напряжением. Обесточенная электрощитовая. Давай-ка, шурши по ней. Провода так просто не вырвать. Нам нужны кусачки. Ага, у нас есть кусачки. Отлично, провода есть. Подключить провода к двери. Так, давай, побежал. Подключать будешь у меня здесь? Да где там, блин? Вот сюда надо бежать. Пускай он сейчас будет подключать провода. Блин, теряем тепло, ребята. Теряем тепло. Можем простудиться и умереть. Да. Вот так вот, ребята. Все тут очень быстро и экстремально надо делать. Как ты долго еще будешь соединять провода, а? Блин. Горячий суп у нас есть. Пускай поест, наверное. Ну, так, отлично. Сытость есть, тепло есть. В этом здании, ребята, как видите, нету печки, поэтому он замерзает даже в нем. Давай, беги сюда. А мы здесь были, блин. Тогда давай, наверное, сюда тоже к нему подбегай. Сейчас оба отсюда и пойдем. Я надеюсь, больше здесь ничего не надо делать. Бодрость. Блин. Спать хотят? Я не знаю, блин. У меня даже и кофе-то нет больше. Кошмарный холод. Так и заболеть недолго. Да я понимаю, верю вам. Да, давайте уйдем отсюда. Ну что же, ребята, в первый раз я прохожу на следующий уровень. Давайте смотреть, что дальше. Ёлки-палки, все параметры сохранились. Я думал, что они будут с нуля. Все как бы, ну, полностью тепло, бодрость, сытость. Хрен там. Ой, вот это да. Так, давай, давай, быстрее, быстрее. О, в темноте. Они же не могут быстро двигаться. Все медленно очень идет. Давай здесь глянем, что тут у нас. Ничего нету. Зашли. Глаза сами закрываются. Надо поспать хотя бы немного. Блин, бестолковое помещение. Ничего здесь нету. Давайте тогда, наверное, вот сюда. Где кроватки нарисованы. Наверное, можно будет поспать, хотя бы маленько. Главное, ребята, терпите, держитесь. Все зависит только от вас. Как говорится, ваши жизни в ваших же руках. Точнее, не в моих руках, но тем не менее. Давай тут, я не знаю. Что тут можно сделать? Давай заправим генератор. Да заходи, ты тепло тратишь, блин. Ящик. Обшманай. Все, генератор включили. Есть свет. Надо. Так, изолента. Рычаг. Кошмарный холод. Так и заболеть недолго. Ёлки-палки, тут еще двери загороженные, а. Эй, надо будет делать. Давайте печку. Я не знаю. Генератор работает, свет есть. Надо нам расчищать проход. В любом случае, иначе мы туда просто не попадем. Лопата у нас есть. Давайте с вами разгребать. Заваленная дверь бойлерной. Ой, как ты будешь долго, блин. Причем у тебя ни тепла, ни бодрости. Эй, жесть. Таблетки против отравлений. Так, сгнившая еда. Овощи у нас неприготовленные. Это все тоже у нас неприготовленное. Бинты, доски. Ну, давай хоть конфетку, я не знаю, съешь. А тут, ребята, пока будет копать, ничего нельзя сделать. Не покушать ему, ничего. Пока он не завершит раскопку свою. Ой, вот незадача, а. Дальтонизм. Вот и началось, ребята. Это уже безумный смех. Еще лучше. Это вот когда они высыпаются, у них начинаются вот эти вот антистаты идти. Так, давай, давай, давай. Смотри, что там есть. Еще одна заваленная дверь. Ёлки ты палки. Блин. Сгнившая еда. Лучше не придумаешь. Блин, этот с ума сходит потихоньку. Понятное дело, блин, без сна. Вот это, ребята, эффект дальтонизма. Я на него переключился. Как видите, все черно-белое. Старые таблетки. Они точно причиняют какой-то вред здоровью. Куртку можно одеть? Почему-то не одевает он. Интересно. Так, восстанавливает здоровье и лечит простуду. Ну, давайте, давайте, быстрее. Ребята, ёлки-палки, а? Тут у нас... Может, сюда сбегать? Разгрёб нет? Нет, ещё копается. Оккультное прозрение. Ещё лучше, блин. Галлюцинации. Вот это мы назарабатывали с вами, а. Вот они, кровати, ребята. Ложись, давай. Так, это тоже, давай, возвращайся. Тут кровати у нас. Ёлки-палки, уже сущность появилась. Давай, давай, ложись быстрее в люльку. Хотя я почему-то не уверен, что у тебя пройдут галлюцинации и всё тому подобное. Так, ну. Давай, ложись. Бодрость. Как она медленно копится, а? Оу, ребята, вот, вот она. Летит сущность самая хреновая. Вот эти вот шары, это ладно. А вот это уже ледянка. Она сейчас будет... Жесть. Она промораживает полностью всё. Она высасывает тепло из печек. Ну, точнее, она их тушит моментально. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так. Оу, это чё такое? Это чё с ним? Кого он тут превратился? Блин. Голыми руками этого не сделать. Нужен какой-то инструмент. Смотрите, как я теряю тепло. Просто вымораживает меня. Я не знаю, чё ребята делать. Просто не знаю. Походу, всё. Приплыли. Сколько их здесь, а? Опа-на. Чувачок мой упал. Куда тут идти? Ума не приложу сейчас. Тут инструменты у нас. Должны, по идее, быть. А этот всё. Сейчас у нас погибнет. Это его надо спасать. Для этого нужно к нему подойти. Пичкать его непонятными лекарствами. Как-то это... Ну, там невозможно, потому что сущности летают. Они просто не дадут. Мне ничего сделать. Смотрите, летят за мной, блин, целой ордой. Так, ну тут печка, которая сейчас скоро уже загнётся. Генератор. Всё. Летят, летят ко мне. Ой. Тепла нету. Сытость вроде есть. Бодрость есть. А тепла нету, к сожалению. Да улететь. А вот этому вот пофиг на свет. Смотрите, видите, он летит. И сейчас печку, наверное, остудит полностью. Вот как-то, вот как тут играть, ребята, а? Просто невозможно. Сейчас он погибнет у меня, я чувствую. Всё, ещё одна летит. Сущность ко мне здесь. Сейчас она меня заморозит, наверное. Причём это какая-то электрическая. О, всё, ребята. Ручную пилу нашёл. Жесть. Ну что, как-то так, ребята, получается у нас. Ну, а на этом я буду завершать своё видео. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующих новых видосиках. А на этом всё. Всем пока и удачи вам. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова